Мистер Стивен Хокинг. Один из самых блестящих умов последних лет. Человек, которого еще во время обучения в Кембридже сравнивали с Эйнштейном и Ньютоном, сделавший так много для современной физики и космологии, скончался в ночь на 14 марта. Это, безусловно, огромная потеря для родных Хокинга и для науки в целом. В этот день я хочу поговорить с тобой о том, какой же вклад внес этот ученый в развитие космологии и физики. Начнем с простого. Ты же слышал про черные дыры? Конечно же слышал, но если нет, то черные дыры, говоря простым языком, это такие точки в пространстве с такой сильной гравитацией, что они не выпускают даже свет. Так вот, существует всеобщее заблуждение о том, что якобы мистер Хокинг открыл эти самые черные дыры. Это не так. Они были предсказаны еще Эйнштейном. Позже эта теория была развита другими учеными, хотя многие в нее и не верили. А сам Хокинг проводил исследование этих точек в пространстве и смог доказать их существование и также объяснить, как черные дыры работают. Следовательно, объяснив миру, что же такое черные дыры, Хокинг смог развить теорию относительности Эйнштейна и даже считал, что большой взрыв работал по принципу черной дыры, но только не поглощая материю, а выплескивая ее. До этого считалось, что информация не может покинуть черную дыру ни в каком виде, но Хокинг доказал, что это не так, и черные дыры испускают радиацию на протяжении всей их жизни, и это позже было названо излучением Хокинга. Кроме этого, он смог доказать, что черные дыры имеют свойство испаряться. Это очень медленный процесс, и он занимает миллиарды лет, но маленькие черные дыры испаряются быстрее, и перед исчезновением могут взрываться, выплескивая энергию, равную взрыву миллиону водородных бомб. Хоть он и посвятил довольно длинный отрезок своей жизни исследованию черных дыр, он также совершил и другие фундаментальные открытия. Хокинг предположил, что до большого взрыва не существовало времени, и у Вселенной по сути нет начала, так как на деле у нее нет границ. Кроме этого, ученый очень интересовался квантовой физикой. Проблема в том, что теория относительности – это прекрасная теория, когда мы говорим о планетах, звездах и в целом о макромире. Но вот на уровне микромирах теория просто перестает работать так, как она должна. Хокинг посвятил очень много времени решению данной проблемы и пытался найти так называемую теорию всего, законы которой работали бы равно как в макро, так и в микромире. Он был приверженцем М-теории, согласно которой каждый электрон пронизывают крошечные вибрирующие струны, которые существуют в 10- и 11-мерном гиперпространстве. Говоря проще, эта теория предполагает существование параллельных Вселенных, и если она подтвердится, это станет главным открытием за последние 2000 лет. Стивен Хокинг сам активно занимался исследованием данной теории и однажды написал, М-теория является единственным кандидатом на законченную теорию Вселенной. М-теория будет моделью Вселенной, которая создает сама себя. Мистер Хокинг также известен тем, что он написал знаменитый труд под названием «Короткая история времени». Эта книга объясняет многое из области космологии, большой взрыв, черные дыры и многое другое. Она была написана простым языком для того, чтобы быть понятной обычному читателю. «Короткая история времени» стала бестселлером и с момента печати в 1988 году в течение 20 лет продалась в количестве 10 миллионов копий. В 1974 году Хокинг стал членом Лондонского королевского общества. Он не раз получал награды за свои научные открытия, и он уж точно получил огромное признание во всем мире, но Нобелевскую премию он так получить и не успел. Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в своем доме в Кембридже в возрасте 76 лет. Он был болен боковым аммиотрофическим склерозом. В 1960 году, когда его болезнь диагностировали, ему предсказывали всего 2 года жизни, но он прожил больше 50 лет. Совершил огромное количество открытий, и то, о чем мы вам сегодня рассказали, это лишь малая часть. Возможно, в будущем мы еще вернемся к теме его открытий. Но без сомнения, мир потерял истинного гения. Кто знает, на что еще он мог бы открыть нам глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok